Заговор молчания. Что не договаривают в МВД о кровавой бойне в Княжичах? И удастся ли спустить на тормозах и это громкое преступление? Шире круг электронного декларирования. Кому уже пора пересчитывать заработанное, да так, чтобы не стать фигурантом уголовного дела? Охота на счётчики. Кому выгодно оставить вас без приборов учёта тепла и сколько денег вы при этом теряете? На чьей совести смерть детей? Кто развалил систему соцконтроля за несовершеннолетними? И на кого надеяться детям неблагополучных родителей? Как повлияют на нашу с вами жизнь уходящие 7 дней? Поговорим об этом в подробностях недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. 8 дней в декабре. Ровно столько для пленарных заседаний выкроили в своём плотном графике нардепы. 4 дня уже прошли. Ну, что вам сказать. Конечно, всем бы нам такую работу. На ней точно не устанешь. Поспоришь, поторгуешься и даже не заметишь, как заседание уже закроется. Осталось всего 4 пленарных дня. Ну, а потом Новый год и депутаты уйдут в отпуск. Официально, конечно, у них это называется иначе. Работой с избирателями и в комитетах. Но только опыт показывает, что избиратели эти, чаще заграничные комитеты, самые дорогие на планете курорты. Ну и всё-таки, перед этим депутатам придётся принять хотя бы одно по-настоящему важное для страны решение. А именно, утвердить госбюджет на следующий год. Получится это у них или нет? И почему на уходящей неделе депутаты занимались всем, чем угодно, только не главной сметой, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Субтитры создавал DimaTorzok Желанию депутатов уже столько, что могут ещё и к этому дню не успеть всё согласовать. И скандалы дошли до той остроты, когда коалиция не то что 226, уже и больше сотни голосов собрать сложно. Никогда ещё нардепу Онищенко не доставалось столько внимания, как сейчас. Его не то что в парламенте в стране не увидишь, а коллеги вспоминали о нём, пожалуй, чаще, чем о пунктах в повестке дня. Вот и первый пленарный день начался с Онищенко. Да и как начался, фронтовики даже о спецконфискации позабыли, сделав именно плёнки Онищенко главной темой. Британская газета «З'Индепендент» опубликовала зізнание депутата Онищенко, который до недавнего часа сидел в этой сессийной зале. Он рассказал, что на замовленное организование Арсения Ценюка украинское общество получило шокуючие подтверждения, как за коррупционные деньги в Украине можно менять уряды. И пока в одной части коалиции призывали сохранять спокойствие и не замечать провокатора, в другой её части старательно раскачивали лодку. Даже в антикоррупционное бюро отправились. Ведь на таком фоне любые политические заявления звучат особенно громко. Если для фронтовиков плёнки Онищенко подлинно и настолько, насколько им кажется, это может хоть в чём-то оправдать экс-премьера Яценюка, то в блоке Петра Порошенко в подлинность записей не верят. Я не выключаю, что они были сделаны специально для того, чтобы потом шантажировать тем, что, а вот, смотрите, у меня есть плевка, а ещё есть плевка с президентом. Он говорит какие-то тезы абсолютно ничем не подтверждены. Мы апеллюем ещё раз до пана депутата. Дайте конкретные факты, передайте весь фактаж правоохраню. На этом фоне всего лишь 227 голосов за повышение минимальной зарплаты не удивляют. И это ведь одно из тех решений, провал которого избиратели могли и не понять. Что уж говорить о не столь приятных, но принципиальных вопросах, которых хватает в длинном списке не сделанного депутатами. Одна налоговая реформа чего стоит. У них нет людей. У коалиции, ну, той коалиции, которой и нет, у них ещё и людей нет. Половина в закордонных ведряджинях, в зале нету. Вот у них сейчас голосуют 160-170 человек. А тут ещё и ультиматум от самопомничи, покинувший зал заседаний. Сразу минус 26 голосов. Когда каждый на счету, это существенно. Два дня нардепа от самопомничи провели в парламентских коридорах, требуя голосования по нардепу Новинскому. И хотя профильный комитет не согласился с аргументами Генпрокуратуры, спикер всё же вынес вопрос о снятии с Новинского неприкосновенности. И мы приняли это решение сразу, как только глава Верховной Ради огласил, что в четверг первым вопросом будет расследование о снятии с Новинскому. На этот момент народный депутат Украины Новинский проходит в справе как свидетель. Роль Новинского полягала в доведении до конца задуманного злочинного плану Януковича что до усунения с посады митрополита Киевского до всей Украины Владимира с метою обороняя на эту посаду угодно Януковичу особи. Меня обвиняют в том, что я был пособником у организаторов и у исполнителей якобы незаконного лишения свободы гражданина Дробинка. Но организаторам придавлены подозры, в которых ничего не сказано о том, что у них были пособники. Моей фамилии в этих подозрах нет. Это свидетельство о том, что я невиновен. Услышав две стороны и потратив несколько часов на обсуждение, депутаты все же забрали у новинского иммунитет. Голосов тоже едва хватило, а в кулуарах вообще предрекали провал этого голосования. Большинство парламентских тяжеловесов на кнопку «За» так и не нажали. Спецконфискация. Под конец недели фронтовики все-таки вспомнили о своей любимой теме. Законопроект снова внесли в зал, а депутаты его снова провалили. И, похоже, для нардепов спецконфискация уже как неудачный анекдот, который повторяют так часто, что ответ можно не сдерживаться. Цей законопроект на терминологии парламентской заваленный. То есть его не повернули до опрацования, его не поддержали ни в каком виде, ни в первом читании, никак. То есть он сейчас будет на следующей сессии. Хотя никто из депутатов не говорит, что украденное Януковичем возвращать не нужно. Методы фронтовиков закон превращать не хотят. И если спецконфискацию уже можно назвать чемпионом по претензиям в этом году и от нардепов и от экспертов, то проект бюджета на следующий год вполне может занять почетное второе место. Мы помним, что Кабинерийску принял решение изменить разные показатели. В том числе и там, где много депутатов поддерживали по повышению заработной платы. Но это понятно, что это нужно подвести и податковую базу, и, соответственно, перераховать статьи бюджета в податковую и доходную часть. Поэтому так легко не вдастся. Продолжается вся коррупция на субсидиях. Людям не платят субсидии в руки. Этот бюджет – это еще подвышение тарифов в ближайшие месяцы. И это не закончится, пока эта влада будет таким образом использовать людей. Что в этом бюджете еще и недопустимо? Даже детей зачепили. С детей-инвалидов, с детей-хворих все поднимали. Кроме того, 15% они получают с пенсии работающих пенсионеров. Добавили неразберихи еще и налоговые инновации. На этой неделе в парламенте нашлись голоса для того, чтобы начать изменения нескольких ключевых норм. А теперь и из-за них в проекте бюджета нужны правки, да еще и предложения фракций. Правительство учло далеко не все. Принятый также парламент в втором законопроект 5132, которым подвышиваются акцизы, подвышиваются навантажения на предприемцев, но в одночасье снижается рентная плата на выдоботок нафт. Когда мы будем понимать, что у нас по доходам, тогда мы увидим, что у нас по вытратам. Тогда будет заседание бюджетного комитета. Мы суттєво коригуем макроэкономические показатели, мы суттєво скорочиваем вытраты в своих пропозициях на государственный аппарат, и мы суттєво подвышиваем зарплаты, пенсии, стипендии для студентов. Это принципово, есть отмена бюджета от оппозиционного блоку, от того, что было представлено уряду. Кроме того, мы даем величайные деньги в своем бюджете на развитие регионов, но, на жаль, оппозиция зараз позбавлена права отстойвати свою точку зору. Наши законопроекты не разглядаются. Они зараз почнут делити, я так себе уявляю, почнут делити снова кошти между собой, и это завершится, напевно, на наступном парламентском оближении. Хватит ли ресурсов к обмену, чтобы учесть в смете пожелания большинства нардепов, и чьи голоса станут спасительной добавкой для коалиции, чтобы на парламентском табло появились заветные 226 за бюджет? Следующие две недели – это последний торг, и последняя возможность добавить в бюджет принципиальные изменения. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Удастся ли за оставшиеся недели долатать бюджет, и не пойдет ли Камин на политические уступки, такие, как, например, повышение пенсии и других социальных выплат? Эти и другие вопросы уже во второй части программы я задам премьер-министру. Владимир Гройсман будет с нами на прямой связи. А вот чем следующие две недели будут заниматься нардеп Новинский, теперь, кстати, прикосновенный, и генеральная прокуратура, еще вопрос. Обмен обвинениями между ними был таким напряженным, что, можно предположить, этот скандал точно доживет до Нового года. А где все это время будет сам Новинский? Уедет ли из страны? Это обсуждали в социальных сетях, и в прессе, и в парламентских кулуарах. Поговорим и мы непосредственно с тем, кто знает ответ на этот вопрос. Наверное, лучше остальных. Вадим Новинский на связи с нашей студией. Приветствую, Вадим. Итак, что дальше? Депутаты дали согласие на привлечение вас к уголовной ответственности. Чего ждать от ближайших недель? На протяжении последнего полугода я активно сотруднился с так называемым следствием по этому делу. Давал все показания и никогда не уклонялся ни от каких следственных действий. Я никогда не прятался в этой неприкосновенности. И дальше. Я из страны никуда не уеду. Несмотря на все желания властей, на протяжении полугода меня психологически атакуют, чтобы я уехал, чтобы они могли спокойно завершить это лживое и подлое дело в отношении меня. Если дело дойдет до суда, я точно добьюсь там справедливости. К этому делу я буду привлекать общественность, юридическую общественность и международное юридическое сообщество. Чтобы дали свой анализ этому делу и показали, что это дело по-настоящему сфабриковано. Если мне не верили депутаты Верховной Рады, им об этом скажут международные адвокаты с мировым именем. Ну хорошо. А не боитесь ли Вы, что прокуратура захочет это дело превратить в показательное? И допускаете ли, что в какой-то момент может попросить у депутатов согласие еще и на Ваш арест? От суммы и от тюрьмы не зарекайся. Я готов ко всему, что может быть в дальнейшем. Я отношусь ко всему опять же спокойно. Все, что Господь не посылает для моего испытания, я готов пройти. Я знаю точно, что Господь никогда не посылает испытаний больше, чем человек может понести. Всегда испытания по силам. Если это дело дойдет до суда, то я уверен в том, что никого из судей не прелестит судьба Родиона Киреева, который принимал неправосудные решения несколько лет назад. И все решения судьи будут принимать в соответствии с законом. Но я хочу сказать, что те, кто принимает сейчас участие в фальсификации этого дела и фабриковании этого дела, понесут ответственность по закону. Понесут ответственность по закону. Все мы проанализируем. И по каждому будет сделан отдельный кейс. И юристы работают над этим. И мы будем оспаривать это все. И в дальнейшем подавать в суд на этих людей. Понятно. Спасибо. Вадим Новинский был с нами на прямой связи. Судом точно закончится и дело о перестрелке в Княжичах. Как бы сейчас ни отмалчивались министр, его советники, да хоть весь народный фронт, рано или поздно на скамье подсудимых окажутся все те, кто должен отвечать за гибель пяти полицейских. Пока об официальном расследовании трагедии известно крайне мало. Нацполиция объявила чуть ли не все факты по этому делу секретными. А Арсен Аваков тем временем всю неделю занимался даже не этим делом, а отношениями с Канадой. Как в воскресенье утром туда улетел, так только в среду вечером вернулся. Успел встретиться с несколькими министрами, дать интервью. Ну, а гибель полицейских ее как будто не было. Впрочем, в пятницу Аваков даже показался Верховной Раде. И хотя в парламенте он редкий гость, депутаты вот еще одна странность. Так и не воспользовались этой возможностью, не задали ему ни одного вопроса о резонансной перестрелке. Ну, а когда событие окутано такой тайной, логично, что эксперты плодят свои версии произошедшего, которые отличаются от официальной. Все их изучил Руслан Смещук. Ночь на 4 декабря. В Княжичах при таинственных обстоятельствах погибают пять правоохранителей. Что там случилось? Непонятно до сих пор. Трагическое стечение обстоятельств или криминал? В МВД заявляют, оперативники при поддержке спецназовцев Корда готовились к задержанию группы бандитов. Опера дежурили вот в этом доме. В какой-то момент в соседнем здании сработала сигнализация. На место выехало два экипажа полиции охраны. ГСОшники приняли оперативников за воров и попытались задержать. За оперов вступился корн. Начинается перестрелка, а грабители убегают. Их ловят позже, уже в Киеве. Но ряд экспертов заявили, официальная версия зияет фактическими прорехами. Вот фотографии машины. Десятки пробоин в нижней части водительской двери. Кроме того, несколько входных отверстий в лобовом стекле. Отсутствует заднее стекло и стекла нескольких дверей. Похоже, что массированный огонь велся как минимум с нескольких точек. Они стреляли сверху вниз. Профессионально понимали, что сотрудники милиции в касках и в бронежилетах. То есть стрельба цельно направленно велась в нижнюю часть туловища. Посмотрите по пулевым отверстиям. Все пулевые отверстия ложатся кучно. То есть человек стрелял прицельно. Ранее к сотрудникам ВД известный телеведущий Константин Стагни в своем фейсбуке выдвинул предположение. Спецназовцы прикрывали пойманных при попытке кражи оперов. О чем-то похожем, правда более осторожно, говорили и в самих княжичах. Были случаи ограбления, да. А много их? Ну, вы знаете, я как-то не особо здесь. То есть на слуху как бы они... Да, да, что были слухи, что там какой-то этот ограбили, еще куда-то лезли. Что же до владельцев дома, возле которого произошла перестрелка. По слухам он принадлежит высокопоставленному правоохранителю или его родственникам. На той улице очень много живут непростые люди. Я уже не говорил, каким образом они там потрапили и так далее. Версия была такая, что там один из прокуроров. Кроме того, Константин Стагни писал о шестом погибшем правоохранителе. Но это не подтвердилось. Добрый! Не будет добрый! Во вторник в Броварах хоронят полицейских охран и Сергея Орлова и Евгения Куртьева. Там же выживший в перестрелке водитель второго экипажа дает короткое интервью журналистам. Он выскочил три секунды и начал стрелять. Я же думал, что он побачит, куда же разберемся. Все, что-то это, сразу пальба, все. Я еле-еле спил и втекусь. Первые стреляли, это 100%. Это два метра от меня отбывалось. И через 5-6 секунд, Боже, что мы сделали? Мы полицейских расстреляли. А уже вечером на сайте Антикор появляются фотографии убитых оперативника и офицера Корда. И сообщения, что спецназовца якобы нашли на соседней улице с простреленными ногой и затылком. По версии издания, он был убит во время попытки скрыться. Эта неподтвержденная публикация напоминала намеренный вброс информации. Фото, похоже, были сделаны самими правоохранителями. Только у них был доступ на место перестрелки. В среду хоронят остальных жертв. Юлиана Ручко в родном селе Кабалчин в Черновицкой области. У него осталась вдова с еще нерожденным ребенком. Оперативника Александра Маницу похоронили в Киеве. А на Тернопольщине прощались с погибшим сотрудником Корда Виталием Валецким. У него осталась жена и два сына. В ту субботу у Виталия был выходной. Но его попросили принять участие в операции. В день похорон в кабинетах на Печерске княжичи разбирают на профильном комитете парламента. На нем ИО главы нацполиции Вадима Трояна просят поминутно пересказать хронологию. Позже его просят показать карту схему перестрелки. Он соглашается, но только без камер. Я предложил его, я могу взять на текущий метод, но без камер я готов к комитету ответить. Вот сейчас есть карта вся. Почему не показать журналистам сейчас и снять все вопросы про то, как бы в позиции были люди. Я думаю, это был бы достаточно сильный шлях на открытие. Впрочем, нардепы, которым все же показали засекреченные документы, в один голос утверждали. Дело именно в фатальном совпадении служебной халатности. Там же выясняется, все причастные к этой спецоперации на свободе. 25 человек отстранены по решению начальника национальной полиции Вадима Трояна на время проведения служебного расследования. Это стандартная процедура. Она совершенно нормальная. Они не признаны ни виновными, ни невиновными. Они сейчас дают показания в органах прокуратуры. Они ограничены в своем перемещении? Нет, они не ограничены в своем перемещении. В среду же из Канады возвращается и сам министр МВД. Всегда многословный Арсен Аваков о княжичах не говорит ни слова. Зато в полиции снова уводят внимание общественности. Сообщают о еще двух пойманных грабителях. Оба действующие правоохранители. А в субботу генпрокурор озвучивает еще одну версию. В княжичах было псевдоограбление. В доме поруч и с постом развития ДСО выявило дробину, вскрытие вкона. Не было там програбления. Там пыль не стоит. И это как раз наводит нас на вопрос о том, что было псевдо програбление. И в который раз Юрий Луценко называет действия правоохранителей непрофессиональными. И призывает киевского начальника полиции подать в отставку. Добавляя, уже известно, что руководители провальной спецоперации в момент ее проведения находились в ресторане. И неизвестно в каком состоянии. А еще Луценко сообщает, следователи ГПУ получили полное видео перестрелки с нагрудной камеры спецназовцев. Но его пока не покажут до окончания следствия. И до тех пор ряд вопросов остается открытым. Руслан Смещук, Александр Пантелеймонов, Ольга Поломарюк, Игорь 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 и Вадим Сверидонов. Подробности недели телеканал Интер. Так вот почему до сих пор не опубликовано видео с места преступления? Еще одна большая загадка в этом деле. Полиция за последнее время всегда, я подчеркиваю, всегда старается быстро опубликовать. Пусть и смонтированное, пусть и обрезанное. Но все-таки видео, по которому можно судить, что на самом деле произошло. Но не в этот раз. Другая загадка. Почему руководители спецопераций в Княжичах во время перестрелки находились в ресторане? Вопросов вообще много. Ответов почти нет. Впрочем, единственное, на что в этой ситуации отреагировал сам министр, это очередное, уже четвертое постановление о его отставке. Проект которого появился на этой неделе в парламенте. Цитирую. Дай бог нашему теляте волка понять, сказал Аваков. Что это означает, наверное, одному богу известно. Ну, а вот чтобы было все-таки о чем рассказывать в телеэфирах, на этой неделе полицейские срочно нашли сокровища Азарова. По версии нацполиции, все было так. Следователи во время отработки, совершенно случайно, конечно же, наткнулись на квартиру в одном из спальных районов столицы. А там десятки клетчатых сумок, в которых иконы, старинные книги, оружие, даже подлинники Репина и Тропинина, столовое серебро и сабли. Ну, а к ним просто настоящая находка. Документы беглого экс-премьера. От найденного даже Аваков разволновался и нарушил недельный обед виртуального молчания. Написал хвалебный пост в Фейсбуке о работе полиции. Ну, сам Азаров, к слову, информацию про тайную квартиру, где он якобы три года хранил свои вещи, назвал провокацией. Вот этим и кормили нас всю неделю. Неожиданно найденными сокровищами Азарова, последней распиаренной победой МВД, я имею ввиду о массированной борьбе с организованной преступностью в Затоке, об операции под Одессой министр, кстати, тоже не применил сообщить в Фейсбуке. Хотя до сих пор остается без ответа ключевой вопрос по княжичам. А где же кордовцы, которые расстреливали госохрану? И вообще, что это за подразделения, которые действуют так жестко? Следы корда изучал Ярослав Кречко. Пятидневный курс выживания, детектор лжи, тесты по психологической и огневой подготовке. Это официальное видео, как обучают будущих бойцов полицейского спецназа Корт. Корпуса оперативного внезапного действия. Это там не то, что там боришку какого-то поймать или домушника. Это освобождение заложников, это борьба с бандами. Работает полиция! Спецназ над полицией создают по образцу американского СВАД. Подразделение в правоохранительных органах США, которое использует легкое армейское вооружение. Штаты помогают финансово и присылают своих инструкторов. Это спецподразделение в своем лучшем виде. Первых кордовцев приняли на службу в марте этого года. С тех пор бойцы нового спецподразделения появились в восьми областях. До конца декабря закончат подготовку еще в трех. Полностью 2100 сотрудников по всей стране должны быть отобраны к осени. Захват особо опасных преступников, силовая поддержка оперативников, сдержание вооруженных группировок. Главная задача спецподразделения. Фактически корд перебирает на себя функции сокола после ликвидации управления по борьбе с оргпреступностью. Но кроме штурмовых действий, часть кордовцев будет заниматься охраной свидетелей. Еще одна общественной безопасностью. Именно поэтому корд называют обновленным Беркутом. Боец-полкомиротворец Сергей Бондарь с новым подразделением успел познакомиться еще летом. Тогда у подозреваемых в убийстве Бузины принудительно взяли ДНК-образцы. Сергей с товарищами приехали их поддержать. В тот же день в здании столичной прокуратуры кордовцы блокировали адвоката Сергея Войченко. Бывший следователь прокуратуры после личной встречи и ознакомления с программой подготовки бойцов уверен, корд обучают действовать с особой жестокостью. Если бы корд использовали для разгиба Евромайдана, то мы бы имели не небесную сотню. Мы бы имели тысячи загубленных жителей. Еще одна громкая история, в которой успел засветиться корд. Обыски в здании Госпогранслужбы. Но до событий в Княжичах ни одна из операций за 9 месяцев существования спецподразделения не вызвала столько вопросов. В корде профессионалы или пока еще дилетанты? Спецназ это не сборная Рэмбо. Это командная работа. Очень важна слаженность работы. Понимание друг друга с полуслова, с полузгляда. Когда есть доли секунды для принятия решения. Если мы говорим о двухмесячной подготовке корда, ну да, какие-то базовые навыки можно дать. Если у них не было какого-то бэкграунда серьезного, то говорить, что они уже готовые бойцы спецназа, наверное, рановато. По официальным данным, многие бойцы корда раньше служили в Соколе и других подразделениях, воевали на Донбассе. Но каким был уровень практической подготовки тех, кто принимал участие в спецоперации в Княжичах? Как вариант, именно опыта не хватило тому, кто первым открыл огонь. Если брать за основу слова водителя ДСО, то явно, что тут даже не нужно никакого расследования. Понятно, что подразделом КОРД злочинно использовал оружие. Если бы КОРД начал работать до того, как начало работать ДСО, то я уверен, что руководитель КОРД не загинал бы. Сколько КОРДовцев участвовало в перестрелке, неизвестно. Нет информации и о содержании тех, кто нажал на спусковой крючок в ту ночь. Ярослав Кречко, Иван Ермаков, Сергей Ведмить, Наталья Неделько. Подробности недели. Телеканал Интер. Так когда же ответов во всей этой истории будет больше, чем вопросов, спросим у члена Комитета Рады по правовой политике и правосудия Андрея Ильенко, народный депутат Фракции Свобода. Здравствуйте, Андрей. Скажите, как вы считаете, депутаты вообще попытаются хотя бы создать свою следственную комиссию, чтобы выяснить все факты о произошедшем, княжичах? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы говорили о последствиях. Как вы считаете, что ждет кордовцев, которые, собственно говоря, убили своих коллег? Пока такое ощущение, что руководство МВД удается скрыть их от общественного внимания. Вам так не кажется? Продолжение следует... 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 коррупционной, а на этой неделе, пока народные избранники с миллионами НАЛО готовятся к новогодним каникулам, НАБУ перешло в наступление еще и против нацагентства по противодействию коррупции. Директор бюро Артем Сытник обвинил коллег в том, что те не дают доступ к базе деклараций, и следователям приходится читать об имуществе чиновников в интернете. Поэтому настойчивый Сытник решил попросить на ПК еще раз, уже через журналистов. В самом нацагентстве по противодействию коррупции от общения с журналистами решили воздержаться. Лишь опубликовали на сайте заявление, мол, доступ дать и хотели бы, вот только решение суда нужно, причем для каждой отдельной декларации. Уже в специализированной антикоррупционной прокуратуре поясняют, решение суда нужно для доступа к тайной информации, а для доступа к базе электронных деклараций нет. Пока антикоррупционеры выясняют, кто кому больше должен, остается открытым главный вопрос. Когда же появятся первые результаты проверок? Но вот, чтобы эти проверки превратились в конкретные судебные дела, борцам с коррупцией для начала придется как минимум помириться. Судим ситуацию с Валентином Наливайченко, одним из лучших специалистов в Украине по работе специальных служб. Приветствую, Валентин, спасибо, что пришли. Ну вот, как вы видите, что происходит с нашими антикоррупционными органами, к чему может привести вот эта вся борьба за полномочия? Ну, я вижу бездействие, я вижу неспроможность и отсутствие воли, особенно тех, кто позабирался на керевные посады, расследовать и довести до суду хотя бы одну справу про высокопосадовцев. Конкретно говоря, в нашей стране, где коррупция начинается? Деючего президента Порошенко в офисе. Кто конкретно имеет отношение, особенно к офшорной коррупции, то есть наиболее безопасности, выкрадение из Украины денег, перерахивание их за кордон и потом уже использование для голосов в парламенте, для закупки испанских вилл, для всяких слепых трассов. Все это происходит за прямой участии, злочинной участии депутатов на керевных посадах БПП. Раз. Заступника секретаря РНБО. Два. Я думаю, в любую фракцию камень мы можем сейчас бросать в Богородную фракцию. Мы не камень кидаем, я наброшу конкретные доказы, которые есть в распоряжении, теперь уже мы, следство, через суд порушивать справы. Вот вдумайтесь, как граждане все видят, мы змушаем НАБУ и Генпрокуратуру працювать в этом ненормальной ситуации. С точностью мая бути, да оно впаки. И вы гарно проводите сюжет про электронные декларирования. Это фактичная явка с повинностью. Все за этим электронным декларированием у нас еще один и впереди. Вот скажите, вот вся вот эта, ну нельзя это назвать кутерьмой, это свара, да, какая-то между антикоррупционными органами, взаимное обвинение, борьба за полномочия. Как все это воспринимается на Западе? Мы ведь до сих пор ничего греха таить. Стоим с протянутой рукой перед Западом, да и все антикоррупционные органы у нас создавались под давлением Запада. Тоже будем откровенны. Особенно Соединенных Штатов и Европейского Союза. Там дивляться, я щойно повернувся, наприклад, с Вашингтона, там дивляться в крайне негативно на отсутствие координации в работе, на отсутствие профессионализма и, самое главное, на отсутствие воли политической, чтобы, наприклад, антикоррупционное бюро Украины было незалежным от президента, от парламентарей в нашей Верховной Раде, от любых других органов влады. Далее, год втрачено, нет антикоррупционного суда. Где судить коррупционеров? Особенно на высоких посадах. Вот в який суд районный можно принести справу про коррупцию, наприклад, Кононенко и выкрадание грошей? Який районный суддя ее возьмет? Ну, кстати, Ситник обещает этот антикоррупционный суд, что будет создан в Украине в конце 2017 года. Это означает, что до 2017 года мы не дождемся ни одного судебного разбирательства. А вот на Заходе и послы Захидные, и, власне, европейские уряды ставят более конкретное вопрос. Это ответственность о создании суда, законопроект и закон, должно появиться от так называемой коалиции, от двух ключевых фракций, БПП и Народный фронт. Хай проголосуют и будет в Украине антикоррупционный суд. Не создадут ни пан Ситник, ни пан Луценко, ни кто другой суд. Они есть руководителя правоохранения и их обязанность работать, допытывать и требовать скасывания депутатской або другой недоторганности, притягать людей до ответственности. А никак не ухваливать законы. Ну хорошо. Вот на фоне вот этой всей кутерьмы вокруг электронных деклараций. Вы верите в то, что проверка будет? Проверка будет объективная и вообще все это приведет к каким-то серьезным результатам? Вот, смотрите. Подали электронные декларации. Это что означает? Что это, я еще раз наложаю, явка с повинностью. В цивилизованном мире только хотел сказать явка с повинностью. Миллионы кешу, тобто готівки, яка ничем іншим, ніж крадежками пояснити не можно. Ну еще хабарництвом. Крадежки и хабарництво, дві складові коррупции в будь-якому международному праве або в украинскому. Берите. Від 12-го або якого там листопада 2014-го року, коли ці депутати набрали повноваження, лінія червона и все, что дошло до конца 2016-го року, это и есть выкрадение в украинского народа, в экономике, в хабаре. Валентин, здесь еще одно из криминального проведения. По кому все эти яркие с повинностью все-таки ударили? Генеральная прокуратура нашла нарушение в полусотне депутатских электронных деклараций. Кое-кто из слуг народа был недостаточно пунктуален, не вовремя подал декларации, кое-кто недостаточно честен и указал, ну, не все свое добро. За это нарушителям должны выписать штраф. Это аж 1700 гривен и конфисковать имущество. Но одному из депутатов грозят уголовным преследованием. Все материалы генпрокуратура отослала в НПК. А там работа и так не паханая поля. Нужно проверить декларации первого этапа. Это ни много ни мало. 130 тысяч документов. А через несколько недель обрушится лавина новых деклараций. Ведь с нового года круг декларантов значительно расширят. Кто в него войдет и кому уже сейчас? Стоит волноваться, знает Павлина Василенко. Роскошно жить не запретишь. В этом украинцы убедились в ноябре, когда ахнули, увидев электронные декларации слуг народа. В банках и под матрацами 400 законотворцев прятали 12 миллиардов гривен. А к этому за депутатской душой были дорогие часы, оружие, картины, автомобили и даже святые мощи. Украинские политики, которые шокировали мир своим добром, заполнили 100 тысяч деклараций. Дальше больше. С января по апрель вторая волна честности. О доходах за 2016-й будут отчитываться топ-чиновники повторно и впервые те, кто рангом ниже. Мелкие госслужащие и руководители государственных и коммунальных предприятий. Директора школ детсадов, главврачи, начальники цехов. Ожидают, что эта волна перерастет в девятый вал. Декларантов будет до миллиона. Собачью водку не будем декларовать. Это не моя нерухомость. Это нерухомость моей собаки Джины. А вот дом. Загальная площадка жила достаточно большая, 115 квадратных метров. Дом, флигель и два земельных участка. Вот и вся недвижимость директора одной из сельских школ в Кировоградской области. Руководит Сергей Бальчук вот уже 11 лет. Из ценного имущества ласточка. Она же 17-летний опель. Брали за 70 тысяч гривен. Еще когда доллар был по 8. Были те часы, когда зарплата директора школы становила близко 500 долларов. В доме на стенах обычные иконы и картины малоизвестных художников. Сергей Якимович шутит. Может в будущем и потянут полотна на 100 минимальных зарплат и место в декларации, если художник станет модным. Нет в закромах ни элитного вина, ни дорогих шуб у жены, ни золота бриллиантов, ни налички под матрацем. Да и интернета нет. В Богдановке с ним перебои. Показать все нажитое Сергей Бальчук готов. Но есть ли смысл? Проверять сельских директоров может и лишние хлопоты. Иное дело ректоры вузов. Не раз попадали в коррупционные скандалы. Еще на слуху история неуловимого Петра Мельника из Ирпенской налоговой академии. А этим летом НАБУ и СБУ поймали и у ректора Национального авиационного университета. Владимира Харченко обвиняют в вымогательстве 5 миллионов гривен за должность в его вузе. Я умею зарабатывать и оружие. Но рассчитывать на громкие задержания декларантов еще рано, говорят эксперты. Нацагентство по противодействию коррупции толком-то и проверить задекларированное не может. Доступ есть не ко всем базам. Штат неудокомплектован. А главное, нет системы автоматической проверки. Такие объемы информации проверить без системы ризикоиндикатора не возможно. Ну, просто не возможно. Проверяют буквально вручную и на одну декларацию уходят сутки. Получается, что из зарегистрированных в системе 100 тысяч документов на каждого из 50 сотрудников отдела контроля приходится по 2 тысячи. Если и дальше сверять вручную, то на это уйдет 5,5 лет. И это, если не спать. А что же будет, когда начнется вторая волна? Вторая волна простая, потому что, на самом деле, там люди не очень страхованы. У нас, как антикоррупционная организация, вторая волна, это, конечно, меньше. Окрім того, что, власне, те люди, которые уже подали первую декларацию, в вторую волну подадут другую. Это так. Это интересно, потому что это интересно, куда дадутся эти просто шафи, готовки. Это проба, на самом деле, переключить нашу внимание от отсутствия механизмов борьбы с топ-корупцией на более шире вещи и, тем самым, заблокировать реальную борьбу с топ-корупцией. Мы увидим, что у нас будет проба показать, знаете, показовую борьбу с корупцией на прикладе людей, которые не защищены статусом и великим майном. Потому что, ну, это же намного легче. Поймать какого-то директора и сказать, а, вот у вас, в прошлом году, вы тут не задекларировали, а вы едете на такой автомобиль и сделать из этого, знаете, скандал. Что вокруг него может разгореться скандал, Андрей Семиволос понятия не имел. О том, что как главврач он должен с нового года подавать декларацию, узнал от нас. Пока у него не ключей доступа к электронной системе, ни разъяснений от Минздрава или столичного меддепартамента. Особенно я не нашел таких відомостей, что главный лікарь или его заступники должны скласти в электронном виде декларацию. Разъяснения должны быть обрунтованы и тлумачивание достаточно простым, для того, чтобы не было каких-то там спекуляций с буквы одних или других. Неясность закона, кому именно заполнять декларации, может сыграть злую шутку, говорят юристы. Разъяснять, как и кому это делать, должно было на ПК, но пока не спешит. Это может развести до певного хаоса. Это будет пытаться использовать для изменения законов. Для уменьшения информации, которая должна быть публичной, которую нужно декларировать именно для высокопосадовцев. От сумок, так как у нас в государстве часто работают. Это для министра в тренинге в Кабмине устраивали. А для обычных граждан – заполнение деклараций, их собственные проблемы. Павлина Василенко, Елена Брынза, Сергей Еременко, Сергей Килибник и Максим Чеблин. Подробности недели. Телеканал «Интер». Напомню в гостях у подробностей недели Валентина Ливайченко, лидер движения «Справедливость». Валентин, ну вот посмотрели мы с вами сюжет. Скажите, не может ли получиться так, что появление еще нескольких сотен тысяч деклараций, к тем 130 тысячам, которые уже заполнены, просто похоронит идею их проверки? Так в том-то идея. Вы абсолютно правильно говорите, и сюжеты правдивые. Идея была и есть покарать высокопосадовцев, притягнуть до ответственности людей на высоких посадах. Я подкреслю, никто не есть поза законом по борьбе с коррупцией. От президента, начиная, до последнего депутата или министра. Но самое главное – понимать, что игрушки на самом деле для украинской влады закончились. И последние сигнали и из Вашингтона, и из Брюсселя, и из Международного валютного фонда только про одно. Не, что перестаньте красить. Вкрадене, поверните. Все те, что вы приводили на офшоры и выкрали из своей экономики, вас мусят повернуть. И Украина сейчас, например, в этом плане, который мы, вместе с Переходной Администрацией Трампа, и я их оставил, в этом плане, в Вашингтоне, четко предупреждается. Украина должна приединиться к Международной коалиции по борьбе с коррупцией. Для чего? Да для того, чтобы мы сделали так, как сделала Даня, Финляндия, и другие развинутые цивилизованные европейские краины. Самое против высокопосадовцев – криминальные проведения через офшорную коррупцию. Самое против высокопосадовцев – все проведения, чтобы повернуть вкраденное до своих национальных экономик. Но Вы же знаете, Ваш сюжет был. Даня выкупала за гроши информацию. И та же Даня, и Финляндия, они боролись с коррупцией. И у нас, наш политик, привык имитировать это действие. Вот если бы имитировать и дальше, как долго Запад еще будет терпеть? Не будет. Вот мой висновок, и очень жесткий, не будет дальше никаких подвийных стандартов для украинской влады. Европейский суд аудиторев, кто не читал, давайте нагадаемо, переверил использование денег и помощи для Украины, и сделал четкий висновок. Коррупция в краине найгірша в Европе. Тут, на жаль, в нашей краине. Но не среди граждан, не среди вчителей, не среди медиков или военных, которых так пытаются втягнуть в процесс и сделать выгляд, что это среди граждан коррупция. А коррупция у влады, у высокопосадовцев. Вот что нас нас вперед разъедает. Смена администрации США может на это как-то повлиять? Жестче станет по отношению к Украине? Я вам скажу за собой. У меня очень плохое впечатление от того, как сейчас украинская влада, как ее видят, например, в переходной администрации Трампа, вице-президент Пенс, люди сенаторы, которые сейчас занимаются ключевыми питаниями кадровой политики, уже новой администрации. Там чётко говорят, слепые трасти, откройте, поверните в экономику грошей. И это говорят президенту нашему. Если он еще не слышал, он в ближайшее время это слышит. Так же и плохая новина для всех других чиновников в владе. Всех, кто до этого времени сохраняет бизнес, кто до этого времени имеет приватную власть, и она не отображена в электронных декларациях, або не пояснена. Это все предмет антикриминальных расследований уже ФБР США. С наступного года, ждите, как только заходит новый министр юстиции Соединенных Штатов, а это станется после 20 сентября 2017 года, сразу начнутся уже публичные процессы и публичные проведения, в том числе против коррупционеров из Украины. Это плохой сигнал для тех, кто надеется, что в Украине эта веревочка может долговиться, но конец ей может прийти и из-за рубежа. Спасибо, Валентина. Это был Валентин Оливайченко, лидер движения «Справедливость», гость нашей программы. Мы прерываемся на несколько минут. Почему вам нужно дождаться второй части? Потому что несколько вопросов, в частности, о повышении пенсии на следующий год. Потянет ли украинская экономика минималку в 3200? И что вам делать с теми платежками, в которых цены слишком завышены? Это лишь часть вопросов, которые я задам премьер-министру Украины, но после небольшой паузы. На чьей совести смерть детей? Кто развалил систему соцконтроля за несовершеннолетними? И на кого надеяться детям неблагополучных родителей? Охота на счетчики. Кому выгодно оставить вас без приборов учета тепла, и сколько денег вы при этом теряете? Немецкое чудо. Врачам Кёльнской клиники удалось подарить украинцу вторую жизнь. Эксклюзивный репортаж подробностей недели из Германии, где проходит лечение бывший пленный Владимир Жемчугов. Здравствуйте, я Алексей Лихман. Мы продолжаем подробности недели. Позорное последнее место в Европе занимает Украина по уровню зарплат. Да, и в списке стран бывшего Союза мы в власти. Опережаем разве что Таджикистан. Такой рейтингом народовал министр соцполитики Андрей Рева и отметил, с нового года ситуация изменится, ведь в Украине в два раза вырастет минимальная зарплата. Своё да на этой неделе уже сказали депутаты. Итак, 3200. Меньше этой суммы с января не будет получать никто. Но не станет ли, казалось бы, достойная идея правительства улучшить благосостояние украинцев политическим пиар-ходом, а повышение номинальным? Какова реальная цена? 3200 гривен. Уже за январь украинцы получат больше. Вместо 1600 гривен минимальной зарплаты 3200. Плюсы вроде бы очевидны, но и минусы есть. Первый вопрос, где будут брать деньги на эту инициативу? Из госбюджета на эти цели предусмотрели около 28 миллиардов гривен. Печатный станок обещают не включать. Но выдержит ли казна такую нагрузку? В Кагмине говорят, ресурсы найдут. Но Нацбанк уже предупредил, повышение минималки может ускорить рост инфляции. Но что вся эта макроэкономика для маленького украинца? Те, кто получают больше 3000 гривен, могут не волноваться. Их доходы вырастут незначительно. Выигрыши только те бюджетники, кто получает меньше. Но и тут не все так просто. Зарплатный фонд в госучреждении не меняют. А это значит, что руководителям придется ту же сумму разложить в разные корзины. Урезать премии до платы им от помощи. Либо вообще переводить людей на полставки. Зарплату меняют, тарифный ряд нет. Вот и получается, разница в зарплатах, к примеру, у санитара и врача будет незначительной. Заложен социальный разрыв и в ситуации с пенсиями, которые в отличие от зарплат, не увеличиваются. Рост минималки коснется не только бюджетников. Добрая половина предпринимателей работает в тени. Официально людям платят мизер, остальное в конвертах. Все, чтобы налогов платить меньше. Но с ростом минимальной зарплаты и размер налогов увеличится. Так что не исключена волна сокращений работников. Другой момент субсидии. С повышением минималки число получателей субсидий снижается. Ведь с зарплатой в 3200 придется неподъемные платежки оплачивать самостоятельно. На субсидии в проекте бюджета заложили 50 миллиардов гривен. И по расчетам правительства количество семей, которые будут претендовать на помощь, значительно возрастет до 9 миллионов. Но сколько реально получат перерасчет с учетом минималки, вопрос. Вот и выходит, люди вроде как и зарабатывать будут больше, но и тратить тоже. А вот кому точно на руку повышение, так это чиновникам-толстосумам. Им придется меньше декларировать. Ведь порог декларирования, к примеру, движимого имущества, это 100 минимальных зарплат. Наверное, лучший способ ответить на все спорные вопросы, поговорить с премьер-министром. Владимир Гройсман сейчас на связи со студией. Именно он является тем человеком, на котором лежит вся политическая ответственность за решение по 3200. Приветствую, Владимир Борисович. Скажите, политики из самых разных лагерей долго призывали поднять зарплаты в Украине. Наконец-то минималка станет выше, но вот критики меньше не становятся. Одни говорят, что цены вырастут, другие считают, что денег не хватит. Как Вы сами объясняете то, что многие остались недовольны Вашим решением? Все же таки, я хотел бы еще раз подказать, что для нас очень важно, чтобы каждая работающая людина в Украине получила не меньше 3200. И это уже юридическая норма, которая вступает в действие с 1 сентября 2017 года. Вы слышали рассмотрения разных экспертов, наши рассмотрения, Министерство экономики. А поверьте, что мы очень выраженно подходили до возможностей такого повышения. Мы считаем, что это не приведет к любых негативных наследствам. Навпаки, это будет стимулировать и внутреннее питание. Больше того, мы считаем, что эти деньги есть в грошовой массе в Украине. И даже Национальный банк еще давно сказал, что это будет стимулировать экономическое взросление. Мы тоже в этом глубоко уверены. И если говорить о том, что будет на 1% больше инфляции, то тогда сравнивайте, что такое 1% увеличение инфляции, и что такое вдвече увеличение минимальной заработной платы. Меня удивляет, действительно, особая позиция некоторых политиков, я бы сказал, политиканцев, которые сначала начали кричать, что это они заставили уряд принимать решение, а сегодня критикуют это решение. Как можно критиковать увеличение заработной платы украинским гражданам? Уже просто дошли до ручки украинские политиканы, которые в своей политике споведают только один принцип. Чем лучше, тем лучше для них. И они думают, что лучше для их политических сил, для их рейтингов. Я считаю, что такая антидержавная, антилюдская позиция таких политических сил не имеет права получать поддержку украинских граждан. Я еще раз хотел бы подкрасить, что для нашего уряда важно, чтобы мы развивали национальную экономику. Мы, конечно, поддерживаем инвестиции, мы поддерживаем предпринимателей в бизнесе, но мы бы хотели, чтобы работа украинских граждан належно оплачивалась. И это вопрос будет проведено с 1 сечня 2017 года. Хорошо. А что ждет пенсионеров? Ну почему минимальную зарплату повышают вдвое, а минимальная пенсия остается примерно на том же уровне? На следующий год мы планируем еще на 10% пенсии, но наш главный вызов по пенсионной системе – это уменьшение дефицита пенсионного фонда. Недолуга государственная политика по пенсионной политике, пенсионного безопасности, призвела до того, что мы сегодня имеем дефицит пенсионного фонда, вдумайтесь, 150 миллиардов гривен. И это самое главное завдание, которое стоит перед урядом – вжить заходы о уменьшении этого дефицита. Ну и, конечно, мы понимаем, что минимальная пенсия в стране недостаточно. Поэтому это вопрос в фокусе нашей внимания. Мы все будем делать для того, чтобы найти решение. И как только такое решение будет найдено, мы выйдем абсолютно честно до украинских граждан и скажем, что сегодня мы можем сделать это. Через полчаса мы можем сделать следующий крок. Або через год мы будем делать такие кроки, которые приведут до такого результата. Мы готовы к честному диалогу. Мы рассчитываем на то, что мы будем получать поддержку здоровых политических сил. И все вместе будем делать для того, чтобы граждане чувствовали изменения качества жизни в найкраще. Вважаю, что за 23 года независимости, это еще до революции Гидности, люди настолько настраждались и сегодня есть столько випробований за последние годы, которые лежат на плечи украинских граждан, что мы должны быть объединены независимо от политических прапоров. Для того, чтобы ухвалить бюджет на 2017 год, в котором есть очень четкие приоритеты. Это бюджет, который даст возможность абсолютно нормально обеспечить и экономическое взрослание, и выплату подвищенной минимальной заработной платы. И уменьшить, в том числе, дефицит пенсионного фонда. Ну, кстати, многие депутаты до сих пор называют бюджет несбалансированным. Более того, смотрите, изменяются нормы налогового кодекса, бюджетного кодекса. Вы уверены, что в этих условиях депутаты готовы проголосовать за бюджет? Мы считаем, что эти документы абсолютно сбалансированы, которые отвечают нашим национальным интересам, и будут позитивно впливать на экономическую стабильность и на экономический развитие. Поэтому никаких экономических вопросов не голосовать за это решение нет. Мы рассчитываем на то, что мы консолидованно проголосуем этот бюджет. Планово выйдем в 2017 год. Те же мают усвідомлювать, что такое бюджет. Бюджет – это финансирование статей, выдавки украинской государства. Это заработная плата воинского. Это заработная плата лекаря. Это заработная плата вчителя. Это заработная плата других обязательных платежей. Это леки для украинских граждан. Это ремонт, реконструкция, модернизация украинской инфраструктуры. Это местные бюджеты. Это региональный развитие. Это те задачи, которые, в принципе, мы должны с вами выполнять. И то, что мы подошли абсолютно честно к формированию бюджета в 2017 годах. То, что мы честно и открыто вели диалог с украинским обществом, с украинским парламентом, говорит о том, что мы пришли шлях, который должен быть завершенным голосованием в украинском парламенте. Владимир Борисович, есть еще одна тема, которая точно волнует каждого украинца, о которой политики сейчас стараются говорить ничего конкретного, ну, вот уже несколько недель, по крайней мере. Это платежки. Квитанции с явно несправедливыми суммами за отопление, которые люди получили в прошлом месяце и могут, кстати, получить и в этом. Как правительство будет решать эту проблему? Здесь важно, чтобы на самом деле на местном уровне был диалог с украинскими гражданами, с мешканцами того или другого громада или города, чтобы четко показать, как формуется этот тариф. Конечно, цена газа мы поняли. Но мы не включали и не включаем сегодня, что на местах может быть зловживание. Потому что на местах же нараховывают тарифы не уряд. Згодитесь с этим. Нараховывают конкретные теплокоммуненерго, которые имеют свои абонентские службы и так далее. Вот они нараховывают, когда они видят, что тариф почему-то начинает разниться в 2-3 раза, это означает только единственное, что это тотальное зловживание. Поэтому важно не допускать этого. С нашего боку, мы будем жестко реагировать на любые такие проявления. Больше того, мы постоянно удосканавливаем нормативную базу, чтобы не дать никому в стране зловживаться на таких рахунках. То есть, мы нещодавно приняли решение, которое позволяет большинство страны нараховывать уже не по нормам, за житлово-коммунальные послуги, за тепло, а за показниками лечильников, которые есть в городе. То есть, мы проводили такую специальную систему, чтобы обмежать возможности зловживания в этом вопросе. Но мы будем дальше следовать, что будет происходить. Но мы считаем, что компенсаторы, такие как цельная снижка в виде субсидий и распространения платежей, могут быть тем временем компенсаторы на бюджет каждой украинской семьи. То, что я имею сегодня в статистике, показывает, что украинские семьи сплочат 10, 11, 15% не больше, чем властный субсидий доход. Это показником, в принципе, именно логичного периода. Поэтому сейчас мы считаем, что очень важно, чтобы мы и дальше следовали, и мониторили ситуацию по каждой категории граждан, по каждой семье, чтобы смотреть, кого конкретно мы должны защитить. Хорошо. Если в этом месяце люди снова получат платежки с завышенной суммой по отоплению, в этом случае что делать? Платить или ждать перерасчета? Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, мы с вами выбираем нашу местную владу, мы выбираем наших депутатов, мы выбираем нашего местного глава. Я считаю, что первое, что нужно сделать, это по тому или иному городу, вернуться в соответствующую местную раду с кражей на то, что вы видите, что есть определенные проблемы. Если уже там не допоможут, пожалуйста, обратитесь на урядовую гарячую линию 1545, и мы все сделаем для того, чтобы конкретному гражданину допомогти в важной ситуации. Понятно. Спасибо. Владимир Гройцман, премьер-министр Украины, отвечал на мои вопросы. Но вот есть в жилищной сфере вещи, которыми должны заниматься не только правительства и местные власти, но уже и правоохранители. В Украине появилась новая мафия, коммунальная. По всей стране массово воруют счетчики тепла. И в большинстве случаев как раз поэтому люди получают платежки с космическими суммами. Кому это выгодно? Коммунальный детектив Аталы Матюшок. Взломать пару замков, пробраться в подвал, отключить горячую воду и снять счетчик. Измерители тепла воруют так массово по всей стране, что это превратилось уже в целую эпидемию. Жильцы подозревают коммунальщиков, ведь без учета тепла в квитанциях можно насчитать любые суммы, включить все прорывы и потери. А коммунальные службы говорят, это обычные ворюги, которые сдают приборы на металлолом. Ищи того, кому это выгодно. Чаще всего воруют так называемые расходомеры – латунь. За нее можно выручить пару сотен гривен. А можно заработать несколько десятков тысяч, если увеличить счета за тепло. Не верю, что это сняли байбжи. 8-го числа, 9-го в домах снимались показания холодной воды. Через два дня слесарь позвонил и сказал, зайдите, посмотрите. Счетчик был очень грамотно снят, не сорван. Украсть счетчик за несколько дней до начала топительного сезона – совпадение? Жители этой киевской многоэтажки так не думают. В их подвал можно попасть только из подъезда, дверь которого открывается магнитным ключом. Да и внутри замок. С октября люди штурмуют кабинеты чиновников. Когда получили платежки и сравнили суммы – 520 гривен за трехкомнатную по счетчику и 1330 за такую же в соседнем доме, где счетчика нет, сделали выводы. Почему люди должны в три раза больше платить? Необходимо написать письмо о том, что у вас происходит население по квадратуре, при этом был ранее счетчик. Мы в магазин с весами не идем. Точно так же Киевэнерго. Зачем нам письмо? Организация, которая эту услугу оказывает, должна нам установить счетчик. В вашем доме еще не планируется установка счетчика на отопление. Пообщаться с представителями Киевэнерго нам не удалось. Они обещают встретиться позже. А вот в полиции говорят, по факту кражи счетчиков в столице открыли около сотни уголовных производств. Но задержать удалось только одного преступника. И при этом в полиции уверяют, воруют в основном бомжи. Одни особи поведомили на пропедозру в члене этого случая. В большинстве случаев у особи, которые вели антисоциальный способ жизни. Только в Киеве за лето и осень украли около 500 счетчиков тепла. Похожая ситуация и в других городах. Сотни случаев в Харькове и Запорожье. Хотя методы и подходы отличаются. Мужчины одеты в рабочую одежду сняли. А люди спрашивали, они говорят, на проверку. А потом, когда кинулись, говорят, украли. Установили эти счетчики. И тепловые сети, вдруг они остались без штанов. Это на 500 с лишним гривен оболит весь город, каждую такую квартиру. Если мой дом за отопительный сезон платит, предположим, 200 тысяч гривен за сезон, за 6 месяцев, то тот дом 500 тысяч. А вот необычный случай в Запорожье. Здесь украли даже не сам расходомер, а электронный блок, который запоминает данные. Он не представляет ценности. На рынке прибор не возьмут. Он с номером. Это только так. Выбросите все. А зачем кто-то их ворует? Не знаю. Не знаю. Для того, чтобы он не считал. Сотрудники Запорожья теплосети уверяют, им невыгодно себя обворовывать. Дескать, придется же устанавливать счетчики снова. Но признают, если обрезать провода и забрать вычислитель может любой, то снять расходомер неподкованному вору самостоятельно сложно. За воровство канализационных люков два года назад ввели уголовную ответственность. Почему бы полиции сейчас не провести рейд по пунктам приема металла? Вдруг там найдутся расходомеры, если действительно их воруют бомжи. Да и покупать новые счетчики тепловикам не приходится. Деньги идут из местных бюджетов. Теперь планируют выделить еще солидную сумму и на охрану расходников. Но недавно правительство решило пересчитать платежки на тепло тем, у кого по каким-то причинам нет приборов учета тепла. Обещают, что люди будут платить одинаково, но не все. Только в тех городах, где установлено не менее 50% счетчиков. А что делать, например, жителям Житомира? Там измерительными приборами оборудованы только 20% домов. Люди, месяцами оббивавшие пороги чиновников, не выдерживают и скидываются на счетчики со своего кармана. Устанавливают сигнализацию. Хотя это и не их обязанность. Говорят, не дадут никому на себе зарабатывать. По 400 гривен с квартиры. Около 20 тысяч гривен стоит. И заменили вот этот расходомер, который был украден. Возможно, в том числе и за кражи счетчиков, а значит и платежи с завышенными суммами в Украине растут долги по оплате коммуналки. Наши граждане уже должны за услуги ЖКХ более 16 миллиардов гривен. И эта цифра каждый месяц увеличивается на миллиард. Такой рост долгов косвенно подтверждает еще одну вещь, о которой часто говорят эксперты и политики. Денег, предусмотренных в бюджете на субсидии, не хватает. В этом году государству уже пришлось увеличить изначально утвержденную сумму. Всего за 2016-й потратили больше 40 миллиардов гривен. А в следующем, если нынешние тенденции сохранятся, расходы на субсидии станут одной из самых заметных статей госбюджета. Общая сумма расходов в бюджете 775 миллиардов гривен. В 2017-м в приоритете оборонка суммарно на силовой блок выделяют больше 100 миллиардов. Дотации пенсионному фонду больше 150 миллиардов. В три раза меньше выделят на субсидии 50 миллиардов. Повышенная минималка будет стоить 28 миллиардов. А вот на образование и медицину правительство готово дать 70 и 60 миллиардов соответственно. Плохие дороги улучшит на 17 миллиардов. А вот доходы в проекте нового бюджета 706 миллиардов гривен. Среди главных источников денежных потоков в казну налоги, рентная плата за использование природных ресурсов и недр, акцизы и пошлины. А еще 10 миллиардов правительство рассчитывает получить от спецконфискации, хотя закон депутаты так и не приняли. Кроме того, среди задекларированных доходов деньги от большой распродажи госпредприятий. От приватизации надеются получить 17 миллиардов. Ну и вот почему бюджетный процесс идет со скрипом? Может ли измениться проект бюджета до дня его голосования? И будут ли голосовать под елочку? Все обсудим с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко. Он гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Так почему же все-таки на этой неделе, по вашему мнению, коалиции не удалось проголосовать проект бюджета, хотя и спикеры в Кабмине заявляли о том, что в начале декабря мы уже получим утвержденный бюджет на следующий год? Ну, это была позиция нашей фракции, что неделю сессионную нам начинают с бюджета, потому что вся страна ждет бюджет, вся страна ждет решения вопроса бедности. И мы подали еще к первому чтению свои замечания бюджетный комитет, где показали, каким образом можно хотя бы на шаг, но преодолеть бедность за счет принятия нового бюджета, справедливо, с уменьшением выплат на силовой блок и увеличением выплат на пенсии, потому что я считаю, что просто у самого даже остатка правящей коалиции нет голосов для того, чтобы принять бюджет, который вычеркивает из жизни 10 миллионов пенсионеров. Принципиально наша позиция, пока не будет увеличена пенсия, мы за такой бюджет голосовать не будем. По-моему, это начинают понимать уже все, что слишком серьезная ситуация у людей, слишком велико недовольство, ненависть, особенно после публикации электронной декларации, которые прошли и среди правительства, и среди парламентариев. Ну а вот эта отсрочка с голосованием бюджета, она объясняется только лишней хваткой 226 голосов, или тем, что продолжаются торги кулуарные? Безусловно, идут торги, торги продолжаются. Безобразно, что они идут под одеялом, как обычно, там, кого-то пытаются подкупить, дадим там на округ денег, кому-то должности обещают. Мы считаем, что такой путь вообще не приемлем. В сегодняшней ситуации, после всех этих коррупционных скандалов, после декларации, после обнищания людей... Ну, еще один тогда скандал давайте этой неделе обсудим. Это лишение депутатской неприкосновенности с Новинского. Как вы оцениваете тот факт, что депутаты все-таки пошли на этот шаг? Я свою позицию высказал с трибуны, когда выступал от фракции. Мы считаем, что лишение депутатской неприкосновенности, вообще преследование депутата Новинского, оно имеет две цели. Первая цель – это отвлечь внимание общества, людей, от тех провалов, которые допустила сегодняшняя власть. Провалов везде. Во внешнеполитическом – это отсутствие безвизового режима, это неработающая ассоциация с Европейским Союзом, не дают кредиты МВФ. Во внутренней политике – это драконовские тарифы, это снижение жизненного уровня людей. А второй момент – это как раз заткнуть рот оппозиции, чтобы мы не критиковали будущий бюджет, чтобы не говорили правду людям о том, что предполагается принять, что их в очередной раз обманут. И вот это две цели, которые преследовали все. Хорошо, а если критиковать не перестанете, все-таки допускаете ли вы, что генпрокуратура на этом не успокоится, появятся новые образцово-показательные дела против... На самом деле мы к этому готовы, но мы критиковать не перестанем. Мы не можем позволить себе, чтобы наш избиратель видел, что мы отступили от защиты его принципов. Поэтому мы будем критиковать, мы будем говорить людям правду и будем занимать позицию, которая соответствует интересам людей, а не той правящей верхушке, которая сегодня пытается протопнуть этот бюджет. Вы уже начинали говорить о продуктивности парламента за последнюю неделю. А как вы вообще оцениваете ситуацию на последний рабочий месяц перед отпуском депутата? Всего 8 рабочих дней. Вы сами сказали, что 4 из этих дней депутаты, грубо говоря, но если не прогуляли, то работали мало. Как долго общество может это все терпеть? Ну, вообще уровень доверия к парламенту нулевой в стране. Это давно уже, и причина в том, что парламент живет какой-то своей отдельной жизнью, принимает какие-то решения, которые, наверное, важны для тех, кто их вносит, но они не имеют ничего общего с тем, что нужно стране и нашим гражданам. Я считаю, что нас ждут перевыборы, и это не потому, что нам так хочется, а просто не может парламент существовать, который не пользуется доверием людей, которого люди ненавидят. Особенно после декларации, которая показала, что пламенные революционеры, пришедшие к власти, при которых люди привели к власти, они за эти два года стали зажиточными людьми, а люди, которые привели к власти, существенно обеднели. Это ключевая проблема, которая сегодня есть в парламенте. Но пока люди все равно хоть от этого парламента ждут хотя бы каких-то важных решений, на принятии каких законопроектов в оставшиеся 4 дня не так много, понятно, будет настаивать Ваша политическая сила? Будет наставить, прежде всего, на принятии справедливого бюджета и принятии закона, который позволит снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, поскольку на него ложится основная тяжесть при увеличении минимальных зарплат. И для того, чтобы не ушла экономика, окончает наш тень, мы должны принять такой закон. Причем мы сказали, что если правительство готово, пусть оно проявляет инициативу, если нет, у нас готов этот закон, мы готовы его внести в парламент, поддержите, это нужно для людей, это нужно для страны. Ну, посмотрим, чем закончатся 4 последних рабочих дня Верховной Рады. Думаю, что еще успеем обсудить это до конца этого года в нашем же эфире. Спасибо, что пришли, спасибо за ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем. Подробности недели мы с вами продолжим. И поговорим об экономии, которая убивает. Два года назад правительство массово сократило социальных работников. Были уволены 12 тысяч человек. И все ради суммы незначительной. Всего лишь 300 миллионов гривен. Это стало сокрушительным ударом по и без того слабой системе соцпомощи и контроля. Сейчас в стране острый дефицит кадров. К примеру, детьми занимаются только 5000 соцработников. И это на многомиллионную Украину. Но отсутствует точная статистика по сиротам из зоны АТО. Десятки тысяч детей из неблагополучных семей предоставлены сами себе. А криминальные сводки каждую неделю пополняют новые сообщения о детях-жертвах. И на этой неделе всех поразила история о двух детях, которых родная мать бросила умирать. В киевской квартире двое малышей 9 дней голодали. Им не помог никто. Девочка выжила чудом. Мальчик погиб. О прямых и косвенных виновниках этой трагедии Елена Митясова. Среди мусора и нищеты с родителями-алкоголиками или наркоманами в таком ужасе живут тысячи украинских детей. Голодные, оборванные, предоставленные сами себе. Они не знают материнской любви, а вот жестокость познают с пеленок. Кожен десятый злочин вчиняется або батьками, або родными и близкими. Натомість адекватной реакції суспільства і відповідальних органів влади немає. Надежда на спасення була рядом. По этим ступеням ходили десятки людей. Но никто даже подумать не мог, что за этой красивой, на вид дорогой дверью в страшных муках от голода умирали дети. Они рвали там линолеум, кричали во все щели о помощи. Возможно, если бы дверь в комнату снаружи не была подперта стула, кто-то бы отреагировал. Но не отреагировал никто. Оно там плакало. Ну, кто-то и плачут. Я же говорю, что я требую, чтобы детина плакала, чтобы те, кто-то почувствовал, что там дитя плачут. Не знаю ничего. Это первый раз вас слышу. Слышали, да? Ну, там же родители были, правильно? Откуда, вот, если бы у вас в доме орал ребенок, правильно? Вы же подумали, что там мамка есть, так? Матери как раз рядом и не было целых девять дней. Двухлетнюю Даню и трехлетнюю Аню она променяла на любовника. Уехала к нему с новорожденным младенцем. А запертым детям оставила пачку кукурузных палочек. Думала, протянут. Но когда опомнилась, было поздно. Сын погиб, а дочь была на грани. Девочку медики откачали. Сейчас ее перевели из реанимации в общую палату. Ну, вот такой, скажем так, цинизм. И вот такое вот обращение. То за мои, ну, почти 40 лет работы, то я такое вижу впервые. Мы видели всяких детей. Всяких. Ну, такое, поверьте. Свекровь даже приходила в гости в те дни, когда дети были дома одни. Но дверь ей никто не открыл. Стучала, говорит, даже записку оставила, но ушла. Ключей ведь не было. А детского плача не слышала. Родственники горе-матери шокированы. Что случилось с их Владиславой, которая так любила своих детей, не понимает. Знаете, я вот брат, я не понимаю, что брат, что. Как можно детей расти 3 года, 2 года и 3 года. И потом кинуть. И я не знаю, что. Да. На меня шок такие дети живут в тибрид-дибриду наших дам. Брид-таки. Страница Владислава в соцсетях – это параллельная реальность. Там она любящая мать. Доказательства, счастливые фото с детьми и жизни, утверждающие посты. Но это лишь обертка. Выяснилось, что женщина использовала своих малышей в корыстных целях. Она выдумала болезнь дочери и собирала деньги на ее лечение. Она утверждала, якобы, что Анечка, которая сейчас находится в больнице, имеет заболевание, опухоль головного мозга, лечение ей прислала даже фотографии и просила деньги на лечение. Она загралася. Дети остались, залишились в стороне. Ей больше цикавила внешняя картинка, что она успешна, телефон хороший, маникюр. Как играть дальше, Владислава не знает. Судья она закрывает лицо и не говорит ни слова. Адвокаты требовали для нее домашний арест, но суд решил, ей место в СИЗО. Почему вы ховаете облачье свою сегодня? Почему вы не даете пояснению? Адвокату вы сказали, что залишили своих детей на помощь. На кого вы залишали детей? Позже следователи расскажут, у Владиславы нет раскаяния. Она только коротко объяснила, не знала, что дети могут умереть. Можно ли было избежать трагедии? Детский амбудсмен Николай Кулеба утверждает, да, причины обратить внимание на эту семью были. Человек обратился неодноразово к полиции относительно безперешкодного доступа к детей, потому что она не давала ему общаться с детьми. Но полицейские разводили руками и сказали, что мы ничего не можем вдеять. Поэтому мы видим, что на каждом этапе садочек ходил, перестал, никто не интересовался. Медичный работник ничего не видел, полицейские никому не зателефонировали. А все потому, что система не нацелена на это. Службы реагируют только когда трагедия уже произошла. Ко всему прочему, еще и предыдущее правительство постаралось. В 2014-м ради экономии бюджетных денег разогнали 12 тысяч соцработников. После этого ликвидировали и криминальную милицию по делам детей. На их место не пришел никто. Таким чином, служба о справах детей сейчас уничтожена и скорочена почти вдвече. Уряд Яценюка фактически наразил на небезпеку жизни и здоровья тысячи, десятки тысяч детей, которые остались без профессионального, постоянного социального сопровождения. Обеспечивать социальное сопровождение попросту некому. В Украине детскими проблемами за копеечную зарплату занимаются лишь 5 тысяч социальных работников. Ситуация опущена на самотек. Острый дефицит кадров, разрушенная система контроля и равнодушие общества. Люди, которые не хотят слышать детский плач за стеной, после сообщений об очередной трагедии, захлебываются праведным гневе и жаждут публичной казни виновных. Работники служб перекладывают друг на друга вину, а сообщения о маленьких жертвах взрослой жестокости становятся страшной обыденностью. Елена Митясова, Никита Исайка, Иван Ермаков и Андрей Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Безусловно, преступления против детей происходят во всем мире. Остановить неадекватных родителей не может ни одна система контроля. Но все же в цивилизованных странах система защиты детей работает гораздо лучше. В Украине же даже нет понятного механизма действий. Вот куда обращаться детям, которые стали жертвами насилия? Куда звонить свидетелю подобного преступления? В полицию? Там отправят в соцслужбу. В соцслужбе? В полицию. Как же организована система защиты детей в других странах? Изучали подробности недели. Недели еще не прошло с момента приговора Джастину Россу Харрису, американскому папаше. Пожизненный срок без права помилования за убийство двухлетнего сына. Отец оставил малыша в закрытой машине на жаре, и ребенок умер. По моим личным наблюдениям, совершенное преступление должно стать примером, пускай и ужасным для родителей и тех, кто борется за права детей. Май этого года на скамье подсудимых родная и приемная матери британского мальчика Леама Фи. Лесбийские жены избивали двухлетнего ребенка, пока тот не умер. Самое страшное в этой истории, что и сотрудники детсада, и соседи неоднократно обращались в соцслужбы. За все 10 лет работы в детсаду я не припомню, чтобы ребенок с таким ужасом смотрел на мать. Социальные работники собирались прийти домой к семейству Фи, но кто-то заболел, а подмены не нашлось. Павел Терлецкий долго работал с подростками из неблагополучных британских семей и считает такую халатность исключением. По его словам, система защиты детей в королевстве работает хорошо. Тут вообще не можно дотяну до 11 лет лишить без опеки. Не можно. Одна день не можно выйти в магазин. Они очень серьезные права имеют. И они имеют, если они считают, что дотяна в загрозе, они могут с момента увидев, что дотяну сразу забрать. А потом же родители должны доказать, что они дотяну могут забрать. Поводом могут послужить финансовая или психологическая нестабильность родителей, пристрастие к алкоголю или наркотикам. Даже грубые высказывания в адрес малышей повлекут разбирательство. То же самое и во многих других странах. Вот маленький Израиль. Тут у капризных детей больше прав, чем у строгих родителей. Никакого рукоприкладства. За это можно из решетки угодить. Придут, постучат в дверь, проверят. Социальные службы в Израиле – это службы бюджетные. Бюджетные службы всегда страдают от недофинансирования. Они всегда у них не хватает ставок, у них не хватает денег. Однако, несмотря на нехватку какую-то в рамках того, что есть, они очень хорошо работают. Они действительно предотвращают случаи, когда дети не получают должного ухода от родителей. За состоянием ребенка следит детский сад, школа. Везде есть психологи, которые выясняют, что творится дома. Если малыш регулярно опаздывает, если в плохом настроении, сразу же докладывают соцработникам. Бдят и соседи, и знакомые, и при малейшем подозрении вызывают полицию. Конечно, жуткие истории случаются везде, но непоправимое происходит гораздо реже. Оксана Кундеренко, Светлана Чернецкая и Сергей Ауслендер. Подробности недели – телеканал «Интер». Заканчивается эта неделя кровавыми терактами. В Турции два взрыва прогремели поздно вечером в субботу. Недалеко от стадиона, в центре Стамбула, на воздух взлетел автомобиль. Через 45 секунд после первой атаки рвануло снова. Главной целью нападавших был полицейский автобус. Большинство жертв – именно правоохранители. Погибших – 38, раненых – 166. Сегодня в Турции объявлен национальный траур. Другой жестокий теракт совершили в Каире. Он унес 25 жизней. Мощный взрыв прогремел утром в соборе Святого Марка. Среди жертв есть дети. Под завалами до сих пор ищут тела. Скорее всего, взрывное устройство привели в действие дистанционно. И ужаснее всего, когда террористы используют детей. Сегодня в Нигерии две школьницы подорвали себя на рынке. Им было 7 и 8 лет. Маленькие смертницы погибли, а ранения получили 17 человек. Ответственность за эту трагедию власти возлагают на исламистскую организацию Бока-Харам. Неспокойно и у нас на Донбассе. За минувшие сутки трое украинских военных погибли, двое ранены. Подобные сводки уже давно стали сухой статистикой. Но каждая цифра – это чьи-то поломанные судьбы. На уходящей неделе Генштаб заявил, сколько всего людей погибло на Донбассе. 10 тысяч человек. Треть из них – военные, остальные – гражданские. Еще 10 тысяч были ранены. И почти три сотни раненых украинских солдат спасали в 19 странах мира. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Твиттере. Большинство из них уже вернулись домой. А вот Владимир Жемчугов пока еще в Германии. Его, всего покалеченного из плена боевиков, освободили в сентябре. И немцы взяли на себя все расходы на лечение. В кельнской клинике докторам удалось, казалось бы, невозможное – восстановить украинцу зрение. Как себя чувствует Владимир сейчас? Эксклюзивное интервью с семьей Жемчуговых записала наша Татьяна Лагунова. Под руку с женой каждый день полчаса он гуляет по парку Кельна. Пять сложнейших операций и период восстановления позади. Врачи разрешили выходить на свежий воздух. Теперь он может гулять, слышать и видеть. Каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то добавляется. Ну, последние 10 дней, там, 2 недели мне уже дали очки. Получается, у меня нет хрусталиков ни в левом, ни в правом глазу. И очки заменяют мне хрусталик. Вот я вижу сейчас левым глазом. И уже, ну, увидели, я могу читать. Номера машин уже смогу читать. Могу вот на планшете читать. С осколками в глазах и животе, с поврежденной барабанной перепонкой, без обеих рук, всего в шрамах, Владимира Жемчугова освободили из плена боевиков в сентябре. Вот, солнышко мое. Солнышко мое, межик родной, мой любимый. Обмена он ждал 11 месяцев и 15 дней. А вместе с ним его жена и мама. Алло, алло, мама. Тихо, 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 тихо. Мама, я приехала. Владимир Жемчугов родился на Донбассе, в красном луче. Начинал как шахтер, потом стал предпринимателем. Семья перебралась жить в Грузию. В родной город он приехал, когда на Донбассе начались волнения. И остался уже как партизан. Война пришла в мой дом. И я уже взрослый, осознанный, ну, зрелый мужчина, человек, с большим жизненным опытом. Я решил, что это мой долг. Я по-другому этого не вижу. Он попал в плен, подорвавшись на растяжке возле Луганского аэропорта. Сначала была больница, потом СИЗО. Боевикам Жемчугов был нужен живым. Его обвинили в подготовке диверсии и водили на допросы. Я когда воспонимал, осознавал, какой я страшный инвалид, вот это у меня, у меня текли слезы. Я не там не рыдал, просто я не мог контролировать. Текут слезы и все, я разговариваю там. Я им говорил, что я не плачу, там не умиляю, там пощады не прошу. Просто я не могу это контролировать. Всегда, когда были допросы, я поднимал голову и держался бодро, потому что они понимали, что я там не Владимир Жемчугов, да, я укроп. Я представитель народа украинского. Врачи в Луганске говорили, видеть не будет. Они там мне говорили, когда я был в плену, что зрение тебе не вернется. Все, смирись. То есть ты останешься слепым до конца своих дней. Никаких гарантий не давали и немецкие медики. Такие правила немецкие, что никто ничего не обещает. Говорят, что смотрите на статистику. Статистика у нас очень хорошая. Все. А конкретно обещать не обещают. Лечение еще не закончилось. В следующем году снова операции на глазах. В Германии для Владимира изготовят и протезы. Наступают, мы же вдвоем знаем друг друга. Наступают медики. У него усталость. Кажется, что все уже. Это же временно. А сейчас вот здесь, 15 минут, мы опять там взбодримся, стремимся и побежим. В Германию жемчуговые вернутся в феврале, а сейчас собираются домой, в Украину. Владимир очень хочет снова увидеть маму. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интеркель. И это все на сегодня. Мне остается только поблагодарить авторов выпуска, а вас за внимание. Авторов выпуска за работу, а вас за внимание. Это были подробности недели. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...